Приступили к работе. Сегодня прошло первое заседание Молодежной Думы при ЗАГС Собрании области третьего созыва. Среди молодых депутатов избранники от трех основных партий региона. Сегодня не получили удостоверения, членов Молодежной Думы выбрали председателя. На место главы претендовали двое кандидатов. 18-летний Олег Белозеров и 22-летний Полина Юрманова. Последняя строила свою программу, исходя из предыдущего опыта. Девушка являлась членом первых двух составов Молодежной Думы. Юрманова на должность председателя выбрали большинством голосов. В своей концепции я объединяю весь лучший опыт первого и второго состава Молодежной Думы. И предлагаю направление законотворчества, направление патриотизма и добровольчества. Конечно же это спорт и ГТО. То есть самые основные направления, которые интересны сейчас молодежи. Моя программа заключена в двух конкретных аспектах. Первый вектор это направление поддержки молодежного предпринимательства. То есть большее количество субсидирований, грантов для стартапов. Второе это поддержка спорта, здравоохранение и также составление законодательных инициатив, которые будут идти против различных экстремистских религиозных общин и тоталитарных сект. Удачи молодым депутатам сегодня пожелала председатель ЗАГС Собрания региона. Именно по инициативе законодателей Молодежная Дума была создана впервые 4 года назад. Народные избранники хотели познакомиться с активной молодежью и услышать их идеи. Некоторые региональные законы приняты именно с подачи молодых депутатов. В их числе запрет алкоэнергетиков в области и закон о патриотическом воспитании. Молодежная Дума это один из инструментов сегодня выявления лучших ребят, лучшей молодежи в регионе. И эта система тоже уже начала работать. Порядка 7 человек из первого состава Молодежной Думы и 10 человек из второго состава Молодежной Думы сегодня уже работают либо в органах местного самоуправления, либо в законодательном собрании, либо в администрации области. Некоторые вышли уже на федеральный уровень. Поэтому мы считаем, что сегодня Молодежная Дума это именно тот орган, тот инструмент, который необходим нам и для развития законотворчества, и для поиска новых инициативных молодых ребят.